всем доброе утро и добро пожаловать уже в пятый день из недели влогов ребят чудо случилось просто посмотрите сколько у нас снега я просто в шоке вчера еще все было зеленое у нас еще даже вчера солнышко светило а посмотрите что происходит сегодня это просто вау вот такой подарок матушка природа преподнесла нам под новый год я очень счастлива потому что я хотела снег в этом году я вообще планировала быть в горах в это время но как бы за пандемии не получилось поэтому снег пришел к нам сейчас я расплету мои косички которые вчера себе сделала накрашусь выберусь какой-то классный иди мне наряд и бегу на улицу вот такие кудряшки у меня получили выглядит классно на улице уже наверное будет лучше видно то есть плохой свет короче еще одна новость серджи сегодня мне не придет потому что он живет здесь деревне и его деревню замело конкретно как он не сегодня сказал утром него даже брат не смог выехать на работу там приехала какая-то машина подмоги помогать ему выехать всего переулка потому что я живу как бы в городе у нас уже начали все расчищать еще со вчерашнего дня даже вот позавчера мы были у друзей и уже на этих билбордах было написано что типа аккуратно на дороге ну типа не эти быстро потому что на дороге работают вот эти машины которые засыпают все соли то есть итальянцы знали что будет снег и как бы тщательно готовились к этому событию но как бы пока ты живешь городе это одно но не во всех деревнях это все чистят не на всех улицах поэтому соответственно вот такие дела я сейчас быстренько накрашусь ничего особенного делать не буду хочу просто подвести немножко брови потому что я все-таки буду делать фото чтобы их было видно тех и так видно у меня брови темные пообедаю и буду выходить на улицу просто пройдусь пройдусь до работы моей мамы поснимаю что-то по дороге и потом мы вместе с ней уже пойдем в парк еще нам нужно зайти в супермаркет купить какую-то еду потому что у нас закончились продукты моя мама тоже решила кстати до нового года ничего вредного не есть поэтому мы с ней на одной и той же лодке скажем так и будем что-то покупать какие-то фрукты мы свои мамы уже в парке здесь вокруг все белое кучи детей куча людей с собаками все гуляют все в шоке многие мне в инстаграме на мою stories со снегом сегодня утром ответили были ну вообще-то 27 декабря почему-то удивляешься что снег на самом деле снег у нас это действительно большая редкость а такой снег как выпал этой ночью последний раз ну когда было ну лет шесть назад наверное если не больше поэтому мы радуемся как маленькие дети сейчас будем фотографироваться снимать видео и просто кайфовать кстати на улице вообще не холодно нет ветра что очень круто потому что можно нормально погулять сделать фотографии и сегодня кстати очень красивый закат но из-за деревьев не видно поэтому не могу вам показать snow is falling down and every child is having so much fun the snowman is twice the size is me with the smile squirky as mine we're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the christmas songs that we love yeah all the christmas songs that we love and in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire cuz all i want is to spend this day with you let me give you a christmas a moment we'll fill with love and joy mmm mmm so beautiful kissing on a mistletoes baby with you мы в супермаркете ребят закупаемся домой сегодня мы в основном кстати покупаем только фрукты овощи потому что после последних наших застолий вот прям все в семье поняли что нам ничего не хочется просто поесть какую-то легкую еду но я все равно пришла за моим пестом любимым потому что у меня дома есть яичная лапша и я тоже хочу ее скушать потому что она уже скоро просрочится поэтому я вот сейчас возьму это песто и иду искать мою маму она где-то там с тележкой кстати если вы живете в италии ходите вот этот супермаркет из солюнга я советую вам попробовать вот этот хлеб с орехами он очень вкусный как-то однажды моя мама его взяла просто ради эксперимента и мы теперь его покупаем постоянно так ну что ребят наши покупки мы взяли помидорки клубника также моя мама взяла вот такую ореховую пасту я до конца не хотела это мы уже были на кассе решили снова взять фокус на этой камере уже вообще не работает походу пришло время покупать новую конечно же апельсинки хлеб о котором я вам говорила в начале вот такие овощи замороженные это такой как супчик арахис йогурт это тоже брала мама еще помидорки я кушаю вот эти маленькие моя мама кушает большие конечно же банан я так скучаю по банановым панкейкам думаю завтра себе их сделаю на завтрак вот это ребят называется дзампоне это моя мама купила на новый год я это никогда в жизни не ела и не буду есть меня только одного вида тошнит так вот еще одна сумка у нас тут так тут у нас хорма также яблочки я кстати хочу купить яблочки ранецки вроде не называются потому что хотела бы сделать шарлотку на рисовой муке также мы взяли ананас свежий уже порезанный сливки это для пасты также хлорку потому что у нас начали цвести стены от влажности в ванной вот мы хлоркой будем все это чистить вот такую я овсянку взяла попробовать беру такую первый раз посмотрим мой любимый соус песто калабрези дальше это масло оливковое один огурец еще один йогурт вот такой греческий и конечно же салат и там остались мандарины вот ящик мандарин за все это мы отдали где-то 69 евро вот в принципе это немного по итальянским меркам вот вы часто спрашиваете сколько стоит пойти в супермаркет если покупает да клубнику что-то себе там позволяет например вот ананас довольно дорого стоит то выходит как бы побольше если покупать все самое основное ну можно не знаю там вложиться в 50 евро например все зависит от того сколько вас человек и что именно вы покупаете и в каком супермаркете дима 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 полезные советы которым вы следуете во время вот этих всех застольев кто-то писал и спрашивал меня почему я не готовлю себе там пп оливье пп салаты отдельно себе все не готовлю на самом деле это не трудно и в принципе когда не праздники я всегда готовлю себе кушать сама то есть никто из моей семьи не кушает авокадо тосты овсянку утром никто не кушает гречку на воде без соли как я кушаю я но именно во время праздников мне не хочется этого делать я чувствую себя как-то психологически ущемленной что ли что я сажусь с людьми за один и тот же стол но я просто себе вбила в голову что я не могу кушать то что кушают они одно дело когда ты не можешь это делать по состоянию здоровья например ты не переносишь глютен либо у тебя сахарный диабет ну разные у людей бывают наверное из-за того что мой случай он не радикален из-за этого я не чувствую такой сильной ответственности пока мама готовит оливье для всей семьи нарезать себе оливье отдельно только для меня конечно же у каждого человека свое мнение на этот счет безусловно в будущем когда у меня будет своя семья я наверное все таки буду пытаться с самого детства прививать всем членам семьи в том числе моим детям все таки правильное питание и буду следовать вашим советам в том плане что буду искать в интернете какие-то рецепты заменителей привычных нам блюдом таким как оливье салат из крабовых палочек и так далее в общем я сейчас буду ужинать и буду монтировать для вас влог который вы сейчас смотрите хотела сказать вам огромное спасибо за просмотр сегодня получился какой-то короткий влог потому что какой-то короткий день был завтра наконец-то мы увидимся с моим парнем он пообещал что он сто процентов приедет поэтому завтра мы проведем весь день вместе я уже очень хочу очень жду спасибо еще раз всем за просмотр и спокойной ночи и Субтитры подогнал «Симон»